Листья желтые над городом кружатся, Тихим шорохом нам под ноги ложатся. Это любимая песня Нины Кондаревич, которая уже порядка 18 лет работает над предприятием «Коммунальник», выполняя не совсем легкую и не совсем дамскую работу. Но, как признается сама женщина, за столь долгие годы привыкла ко всему. Во многом видит плюсы. Я уже почти 18 лет работаю в этой сфере. Ну, во всяком случае, мне все устраивает. График работы, зарплата. Ну, бывает, хочется что-то больше, чтобы было. А так, ну, работаем, ну, иногда бывает очень тяжело. Если надо, что-то дам нам, дают технику, все. И Бродвей, и пылесос, бывает, что дают. Вот именно здесь даже в прошлом году так к нам приехала техника. Мы только кучи, и уже не надо было грузить. Пылесос все засосал и уехал. А так, ну, бывает, что не ценят нашу работу, единственное что. Потому что, ну, люди по-разному относятся к нам. Обычно с шести начинается рабочий день. Ну, летом проще. Видно все. Сейчас темно. Мы стараемся так где-то пройтись. Мусор где-то пособирать, мусорки почистить. А уже потом, когда виднеет, начинаем там приладковую убирать, там, газоны, если там надо. Вот так и начинается. Ну, нормально. Тяжело, ну, привыкли уже за столько лет. Фронт работы дворников достаточно большой. В осенний сезон он увеличивается в разы. Ситуация усугубляется тем, что районы Березовка, Граевка, Задворцы и Плоска – это частный сектор. Чаще всего работать приходится с помощью проверенных средств. В ходу грабли и метлы. А еще вопрос в отношении людей здесь проживающих. Если свои подворья убраны, то выйти убрать вокруг да около большого желания не наблюдается. Я хотел бы сказать, что вот начался сейчас листопад, да, и люди относятся к этому серьезно, да, и свои обязанности выполняют добросовестно. Но я хотел бы, у меня еще пожелание есть небольшое, небольшое, да, к жителям частного района, да, чтобы они немножко более активно выступали, да, к этим в этих мероприятиях и помогали немножко в уборке города, да. Вот что я там делаю. Техника обеспеченная, да. Средствами малой механизации воздуходулки тоже у нас есть, но продвигается работа нормально. Бригада очень мобильная. Где не хватает рук рабочих, где требуется срочная уборка, туда и приезжают. А всего в коллективе 14 человек. Маловато. Людей мало. Постоянно ездишь. Ну, убирать город надо, надо. Убираем, собираемся все вместе, убираем там, где нету дворников. Потом уже по своим, ну, участков уже как таковых нету, но уже потом по месту едем, где там прибираемся. Как всегда, в Бресте с середины октября и до середины ноября проходит экологическая акция по осеннему благоустройству. Навести порядок перед зимними холодами – это задача для профильных предприятий. Но и нам с вами, уважаемые брещане, следует присоединиться к акции. Ведь вместе мы сможем сделать гораздо больше. А еще следует помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Спасибо.